Бесплатные экологические стикеры. Узбекистан разделят на зоны, чтобы ввести новый налог на воздух. Грязный воздух, в котором без устали обвиняют автомобилистов. Давайте разбираться, почему последние планы по ограничению транспорта вряд ли сильно помогут экологии. В Узбекистане завершили разработку плана «Экологичный транспорт», который преподносят как нечто передовое и инновационное. 29 марта правительство утвердило программу до 2030 года. Ее начнут реализовывать с 1 июня. Первый этап охватит Ташкент. Власти планируют до 2026 года полностью внедрить систему в столицу. Следом, до 2028 года та же участь настигнет Нукусы и областные центры. На третьем этапе систему расширят на весь оставшийся Узбекистан. Территорию разделят по мере загрязнения воздуха на красные, желтые и зеленые зоны, либо на чистые, средние и вредные. По идее, они будут динамичны, границы смогут менять хакимиаты на местах. Водителей будут клеймить соответствующими экологическими стикерами, которые будут клеить на лобовое стекло. Условный водитель с красным стикером не сможет заезжать в желтую или зеленую зоны. Какие будут наказания за такие эконарушения или если вовсе игнорировать всю эту историю со стикерами, пока не ясно. Закон с введением ответственности разработают до 1 декабря. Тем не менее, Минэкология и МВД уже поручено создать условия для контроля и фиксации нарушений. Раздавать стикеры будут бесплатно при добровольном прохождении диагностики, либо при регистрации или перерегистрации автомобиля. В этом есть сразу две проблемы. Эко-стикеры будут раздавать бесплатно ограниченное время. В Ташкенте до 27-го года, в Нукусии и областных центрах до 29-го, по всему остальному Узбекистану до 31-го. После этого за наклейку придется платить. Вторая проблема – нет ничего бесплатного. Всякий раз, когда вам предлагают что-то бесплатное или инновационное, посмотрите, не станете ли вы еще беднее. В большинстве случаев станете. И система со стикерами не исключение. И вот почему. 31 марта глава МВД Пулат Бабаджонов подписал приказ о повышении ставок платежей за регистрацию и перерегистрацию автомобилей почти в 70 раз. С 34 тысяч сумм до 2 миллионов 320 тысяч сумм. Также в 15 раз выросли цены на регистрацию мототранспорта, прицепов и электромобилей до 510 тысяч сумм. Причем ранее в стране более чем в два раза повысили плату за выдачу автомобильных номеров до 1 150 тысяч сумм. Таких конских цен нет даже среди наших более богатых северных соседей. В Казахстане и России цены на регистрацию авто и получение госномера более сравнимы с нашими старыми расценками. Но куда же нам до Казахстана и России власти метят дальше, в Европу? В МВД не забыли отметить, что при разработке системы со стикерами они изучили опыт Испании, Германии и Франции. Но остается вопрос. Житель Нукуса, он живет так же, как житель Барселоны? Или может быть средний житель Ташкента живет так же, как житель Берлина? Может быть житель Термеса живет так же или даже лучше, чем житель французской Ниццы? Давайте отвечу я. Соседний Казахстан при населении в два раза меньше имеет ВВП в три раза больше. Испания, с которой брала пример МВД, имеет ВВП на душу населения в 11 раз больше, чем Узбекистан. Это грубый подсчет, но весьма показательный. Мое мнение, власти не имеют морального права опираться в ограничительных мерах на опыт стран, уровень благосостояния которых мы достигнем очень нескоро. У нас даже камеры с 2017 года установить не могут. А порядочные узбекистанцы продолжают нести свои честно заработанные деньги властям, которые порой тратят их непонятно на что. Поборы с узбекистанцев за неправильный автомобиль или заезд не в ту зону пойдут, по официальным данным, на улучшение экологической ситуации. А я напомню, что почти спустя 35 лет независимости страна так и не отказалась от грязнющего АИ-80, а на электростанциях и котельных регулярно жгут мазут и уголь. Жители постоянно жалуются на химические зловония от промышленности из-за отсутствия фильтров, а также на запыление воздуха бетоном от бесконтрольных строек. Отключение от газотеплиц привело к тому, что фермеры вынуждены отапливать хозяйство, в лучшем случае, углем. Порой руки доходят до автомобильных покрышек. Эти моменты мы разбирали в нашем предыдущем видео про ограничения автомобилей. С того момента закончился отопительный сезон, уменьшилось потребление электроэнергии за потепление, улучшилось качество воздуха, хотя автомобилей меньше не стало. Возможно, нам могут ответить, что эти меры реализуют в рамках программы по улучшению экологической ситуации. Но борьбу за чистый воздух почему-то начали именно с водителей. Экология – это хорошо и правильно, но складывается впечатление, что кто-то очень старательно пытается отвести внимание от более серьезных проблем и занимается борьбой с ветряными мельницами за наши же с вами деньги. Нашей стране необходим экономический рост и повышение благосостояния населения. Нужно покрыть базовые потребности. Только после этого наши люди, как жители Германии или Испании, смогут сесть и подумать, как же нам улучшить экологию и ограничить движение транспорта. А пока нам не вели налог на воздух или не наклеили стикер на лоб, предлагаю вам подписаться, поставить лайк и внимательно следить за важнейшими событиями на НОВА-24. Продолжение следует...